С любимыми расставайтесь, так говорят. Проблема состоит в том, что, конечно, нам приходится с близкими людьми расставаться, по каким-то причинам разъезжаться и так далее. И кто-то болезненно это переживает, отсутствие рядом близкого человека. Не надо превращать это в трагедию, потому что боли ту вы косвенно транслируете любимому человеку. То есть он как бы виноват в вашей боли. Это не самый лучший способ. Подумайте про это как про что-то такое позитивное, ценное. Если вы скучаете, то вы действительно любите, то вам действительно человек важен. И когда вы ему пишете, ей, когда вы встречаетесь и так далее, вы просто можете наполнить это радостью от осознания ценности. Без расставания не были бы так приятные встречи, как, опять же, в поэзии говорится. Если вы расстались с человеком и у вас сохранилось с ним какие-то чувства, но вы расстались насовсем, да, но вот здесь бы я не переоценивал значимость этих чувств, то, что, ну, уже случилось то, что случилось. Вы расстались, да, ну, как бы насовсем. Но что-то и не склалось. В этом случае как сформировать правильные отношения? Думайте про это как про привычку. Ну, вот, да, действительно, вы привыкли к человеку, к вашим отношениям, к тому, что у вас происходит. А сейчас вы, так сказать, ну, как бы не вместе. Ну, надо просто пережить процесс формирования новых привычек. Без этого субъекта или этой девушки, или, там, собаки, хотел сказать. Ну, в общем, какого-то пса.